Макеевский машиностроительный завод через суд перешел новому владельцу. Его 100% приобрел бизнесмен из Тульской области, арбитражный суд Москвы принял решение от 23 октября о передаче 100% акций Макеевского машиностроительного завода ММС в собственность Вадима Придворова, предпринимателя из Тульской области. Поводом для обращения в суд послужила невозможность получить документы, подтверждающие сделку. Из-за ограничений на пересылку корреспонденции между Россией и Украиной, сам бизнесмен настаивал, что приобрел 33-4% предприятия еще в 2006 году. Однако документы остались на территории Украины. В марте 2024 года Придворов официально зарегистрировал свою долю в 66-6%, что зафиксировано в Едином государственном реестре юридических лиц ЕГРА ЮЛ. Но формально отсутствующие документы по более ранней доле потребовали судебного вмешательства. Суд счел аргументы убедительными, полностью передав актив в его владение. До недавнего времени среди учредителей ММЗ числились украинские предприниматели Нина Берко и Владислав Пашун. Но в сентябре 2023 года Придворов инициировал юридический процесс, исключив Пашуна из списка владельцев. Придворов также является собственником компании Машинвест Холдинг, специализирующейся на продаже промышленных приборов и оборудования, несмотря на свою роль как одного из крупных заводов ДНР. МС показал за 2023 год доход всего в 23 миллиона рублей. При этом мощности предприятия остаются значительными. Завод способен производить до 3500 тонн металлоконструкций в год. Завод, основанный в 1977 году. С 2008 года носит название «Макеевский машиностроительный завод» и ориентирован на производство оборудования для химической промышленности. В 2022 году объем производства составил лишь 1% от проектной мощности. Также в 2022 году завод заключил соглашение с Чебоксарским электроаппаратным заводом. Однако совместные проекты пока не анонсированы. Приобретение придворовым ММЗ может стать важным шагом для его дальнейшего развития. Особенно с учетом потенциального расширения рынка сбыта в рамках новых экономических связей ДНР и России. Тем не менее, низкая производственная активность завода и отсутствие значимых проектов на текущий момент свидетельствуют о том, что для полноценного возрождения предприятия предстоит еще большая работа.